Продолжение следует... Поэтому это главная особенность этого образа, шрам, который напоминает о том, что иконы – это удивительное сочетание земного и небесного. А вот изображение 12 апостолов в медальонах по вертикали, архангелов Михаила и Гавриила в кругах – это совсем обязательное. Первые образы в середине XVII века во времена патриарха Никона пришли к нам с Афона. Никон запретил нашим иконописцам изображать этот образ. Но когда она в конце XVII века станет почитаемой, и в нашей стране будут, конечно, писать и наши иконописцы. Поэтому вот эта половина, как раньше и теперь гостевая, монастырь принимал и принимает богомольцев, но постройки в основном XIX-XVIII века. Ну и поскольку здания не бытового назначения, то архитектурных излишек нет. Лаконично, гладкие стены с прямоугольными проемами окон. И хочется сказать, что за XX век, за период разрухи, ни одно здание в монастыре не уничтожено. Ни однооснование не построено вновь. Поэтому данное здание имеет тоже назначение современными коммуникациями, но названия остались прежними. Поэтому вот этот участок южный, это называется странно-приемным корпусом, переходящий в странно-приемную башню. А дальше одноэтажное здание гостиных келия. За Филиппевской церкви бывшие конюшни, сейчас жилые кели, живут и в башне конной водовозной. А вот северный участок стены бывшие каретные синяки, ныне гаражи и хозяйственные службы. Комбинированное здание XIX века, ныне северная гостиница, а деревянное здание начала XX века, ныне жилые покои наместника нашего монастыря. Но это только начало. Самое главное, это, конечно, постройки монастырского двора. И уже в современнике на Эк-Никона, проезжая через Валдай, писали, что здесь строится монастырь по великолепию и темпам, соперничая с постройками царских мастеров. Продолжение следует...